Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 5 июня и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Продолжающееся падение цен на нефть вместе с неослабевающим интересом к покупке американской валюты способствовали на открытии недельных торгов в понедельник продолжению ралли в паре доллар-рубль. На восходящем гэпе пара достигла максимального уровня с апреля 2009 года – 34,15 рубля за доллар. При этом проблемы еврозоны совершенно не мешали рублю сдавать позиции также против евро, который обновил 7-месячный максимум, взяв высоту в 42,35 рубля за евро. Однако покупателям российской валюты удалось найти в себе силы и переломить ситуацию. Активную поддержку в этом оказало вмешательство Банка России, а также значительная перепроданность рубля. Валютные интервенции, которые банк начал осуществлять еще на прошлой неделе, продавая иностранную валюту в объемах до 200 млн долларов, чтобы поддержать валюту отечественную, вызвали снижение американского доллара и рост рубля, зафиксировавшего максимум понедельника на отметке 33,45 рубля за доллар. Тем не менее, коррекционный откат пары от достигнутых максимумов не меняет ценовую тенденцию. Обстановка на финансовых рынках и мрачные перспективы развития ситуации в Европе дают основания рассчитывать на скорое продолжение роста курса американского доллара к стоимости российского рубля. Не исключается также вариант продолжения подъема пары после минимального коррекционного отката. Азиатские торги 4 июня в паре евро-доллар начались с нисходящего ценового движения европейской валюты. Драйвером снижения стала публикация статистических данных по снижению темпов роста экономики Китая. К началу европейской сессии БКМ по евро удалось взять ситуацию под свой контроль. На фоне высказываний европолитиков о реструктуризации банковского сектора еврозоны и обнародования ими проектов по созданию Банковского союза цена евро начала повышаться. Публикация заключения экспертов, подтвердивших право Португалии на очередной кредитный транш, подстегнула рост европейской валюты. Экономическая информация о неожиданном сокращении объема промышленных заказов США в апреле месяце также ослабила доллар и позволила инвесторам зафиксировать ценовой максимум на отметке 1.2509, вблизи которого и завершилась торговая сессия. В нашем прогнозе на вторник предполагаем коррекционный откат пары в ценовую зону 1.2464-1.2440, а затем возобновление подъема курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.2526, 1.2570 и 1.2624. В связи с банковскими каникулами торги на территории Великобритании не проводились. Торговая сессия по фунту на остальных площадках прошла в узком ценовом диапазоне, ограниченном уровнями 1.5341-1.5414. Характер торгов в течение всего дня оставался малоактивным, торги проходили в условиях низкой ликвидности. В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем продолжение восходящей коррекции и подъем курса британской валюты к целевым уровням 1.5448, 1.5484, 1.5505 и, возможно, 1.5563. Возобновление нисходящего движения по-прежнему может стать актуальным только в случае пробоя вниз уровня предыдущего минимума 1.5268. После резкого повышения цены на золото в первый день месяца торги в понедельник прошли в узком диапазоне цен и завершились на уровне 1.618 долларов 90 центов за тройскую унцию. Ближайшим краткосрочным сопротивлением для золота сегодня является уровень 1.625 долларов, пробой которого сделает возможным продолжение подъема в направлении 1.645 и 1.662 доллара за тройскую унцию. Ближайший уровень поддержки металла располагается на отметке 1.610 долларов. Если этот уровень будет пройден, возможно повторное снижение к уровням 1.576 и 1.558 долларов за тройскую унцию. Торги фьючерсами на серебро открылись на отметке $28.64 и завершились ценой $28.23 за тройскую унцию. Ближайшим сопротивлением для него является сейчас уровень $28.60. Если он будет пробит, подъем металла может продолжиться далее к уровням $30.30 и $30.60 за унцию. Уровень поддержки находится на отметке $27.60 за унцию. Если он будет преодолен, откроется путь к следующему целевому уровню $26.30 и $25.40 за тройскую унцию. В экономическом календаре вторника Резервный банк Австралии и Банк Канады опубликуют свои решения по основным процентным ставкам и сопроводительные заявления к решениям. По австралийской валюте возможно снижение ставки до 3,5%. Изменение ставки по канадскому доллару не ожидается. Ставка будет сохранена на прежнем уровне в 1%. Китай, еврозона, США и Швейцария представят индексы деловой активности в непроизводственной сфере своих регионов. Аналогичные показатели будут представлены также и по ведущим экономикам еврозоны – Германия, Франция, Италия. Кроме того, в еврозоне будут опубликованы данные по объемам розничной торговли, а в Германии – изменение объемов промышленных заказов за апрель месяц. Великобритания продолжает праздновать. Сегодня бриллиантовый юбилей английской королевы. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке аналитика от maxiforex используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, ассоциацией региональных банков России, национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка.